Здравствуйте, дорогие подписчики! Сегодня 6 февраля, вы смотрите обзор главных аграрных новостей. Правительство нашло способ вытряхнуть пшеницу из аграрии. Хлеб не подешевеет после введения экспортной пошлины. А вот экспорту птицы угрожают и грипп, и коронавирус. Подробнее об этом в нашем выпуске. Журналисты выяснили, какой будет плавающая пошлина на экспорт пшеницы. Первым об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на два своих источника, знакомых с обсуждениями в правительстве. Итак, предполагается, что пошлина составит 70% от разницы между таможенной стоимостью пшеницы и уровнем в 200 долларов за тонну. То есть, например, при цене тонны пшеницы 250 долларов, из этой цены будут вычитаться 200 долларов, а оставшиеся 50 долларов будут умножены на 0,7. То есть, в результате мы получим пошлину в размере 35 долларов. При цене пшеницы, например, 300 долларов, пошлина составит уже 70 долларов. При цене пшеницы 400 долларов, пошлина, соответственно, будет равна 140 долларам за тонну. 4 февраля на встрече с президентом Владимиром Путиным министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что плавающая пошлина должна начать действовать уже с 1 апреля 2021 года, и она будет введена бессрочно. Решетников подчеркнул, что пошлина сможет предотвратить перенос колебаний и высоких мировых цен на внутренний рынок России, а также отметил, что если аграриям сейчас не обеспечить четко эту предсказуемость, то они будут придерживать продажи пшеницы и дальше. Ну, то есть, выхода у нас не осталось. Регулируя цены на зерно, правительство России хочет воздействовать на стоимость хлеба, однако чиновники вряд ли смогут добиться желаемого. На прошлой неделе президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Констальсон заявил в газете «Коммерсант», что с учетом роста затрат на топливо, электроэнергию, а также аренду помещений, удешевение муки вряд ли как-то скажется на цене хлеба. Кроме того, глава ассоциации отметил, что на долю муки приходится в среднем 20-25% затрат производителей. И вот что интересно. Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин также заявил в газете, что производители мяса не поддерживают введение экспортных пошлин. Ну, большинство из них не поддерживают, поскольку и сами они обладают землей, выращивают и зерно, и масличные, и также хотели бы их экспортировать и за счет повышенных цен на зерно не терять своей эффективности. И вот что еще интересно. Агентство Савэкон сообщало ранее, что в связи с вводом пошлин на зерно, аграрии не доберут где-то 211 миллиардов рублей. Из них 20% будут отданы государству, а 80% просто потеряются в виде упущенной выгоды. В новом сезоне, если будет введена плавающая пошлина с указанными параметрами, то есть 70% сверх цены 200 долларов за тонну, по подсчетам Савэкона, аграрии потеряют уже 360 миллиардов рублей. С тем, что прибыль агросектора в новом сезоне сократится, согласно и агентство национальной кредитной рейтинги. Агентство посчитало, что в новом сельхозгоду прибыль агросектора уменьшится примерно на 30-50%. Это произойдет, во-первых, из-за сокращения урожая, во-вторых, из-за введенных экспортных ограничений, и, в-третьих, из-за того, что дорожают средства производства. По подсчетам агентства национальной кредитной рейтинги, сельхозработы в новом году будут дороже на 10-15%. С этим мнением солидарен и генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Он указал, что семена подорожали на 10-25%, средства защиты растений примерно на 15%. Ну, про минеральные удобрения и топливо говорить нечего. Очень много комментариев к предыдущему выпуску. Вы все знаете эти цены. Насчет урожая ИКАР тоже согласен. Прогнозируют его на уровне 125 миллионов тонн. В прошлом году, напомню, мы получили 132,9 миллиона тонн, если верить данным Минсельхоза. На следующей неделе Институт конъюнктуры аграрного рынка проводит масштабную конференцию ежегодную «Где моржа?». Мы тоже в ней будем участвовать, будем слушать. И, скорее всего, в следующем выпуске какие-то интересные данные тоже вам расскажем. В Ростовской области новая беда. 27 января в Красносулинском районе на предприятии «Индюшкин двор», которое входит в группу компаний «Домате», была зафиксирована вспышка птичьего гриппа. Сотрудники предприятия сообщили Государственной ветеринарной службе о том, что идет падеж птиц, и лаборатория подтвердила наличие генома птичьего гриппа в патматериале. 200 тысяч голов индейки было уничтожено, дороги к неблагополучному пункту закрыты, уничтожен также весь корм и продукция птицеводства. Напомним, что ранее вспышка птичьего гриппа явилась одной из причин банкротства компании «Евродон» Вадима Ванеева. Предприятие долгое время простаивало, и вот в прошлом году «Домате» взяла мощность этого предприятия, завезла индейку, но птичий грипп повторился. Заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров на недавней пресс-конференции сообщил, что, возможно, регион будет прививать все поголовье птиц и домашних, и птиц на крупных предприятиях от птичьего гриппа. Правда, это ставит под вопрос наши экспортные возможности, поскольку страны-импортеры зачастую не хотят брать птицу, которая раньше была вакцинирована. Но в качестве успокоения Виктор Гончаров сказал, что, возможно, вакцинация будет временной. Как только мы избавимся от проблемы, необходимость в ней отпадет. Экспорту российской птицы угрожает не только птичий грипп. На прошлой неделе таможенная служба Китая сообщила Росельхознадзору о том, что обнаружила геном COVID-19 в 13 партиях продукции, которые были отправлены с трех российских предприятий. Компании расположены в Брянской, Воронежской и Курской областях и принадлежат группе компаний Черкизова. После обнаружения коронавируса Китай приостановил импорт указанной продукции с этих предприятий на 4 недели. Росельхознадзор, в свою очередь, заявил о том, что приостанавливает сертификацию продукции указанных компаний с 3 февраля 2021 года и приступит к расследованию. Росельхознадзор напомнил, что, обладая технической возможностью и лабораторией, проводит исследования на определение наличия вируса COVID-19 в смывах с продукцией и с упаковки различных товаров. По традиции, закончим выпуск хорошей новостью. Если вы давно следите за нашими обзорами, то помните историю с выделением средств на госпрограмму по развитию сельских территорий. Изначально, согласно паспорту госпрограммы, деревни и хутора должны были получить в этом году 160 миллиардов рублей, даже чуть больше. Однако, правительство нашло всего 31 миллиард рублей. Этому долго возмущались Минсельхоз России, депутаты, Совет Федерации. Они требовали, чтобы Кабмин нашел дополнительное финансирование. И вот деньги найдены. Правда, небольшие. Всего 3,6 миллиарда рублей. Предполагается, что из этих денег 1,2 миллиарда пойдет на программу сельской ипотеки, еще 2,4 миллиарда на программу современный облик сельских территорий. Так что, в общей сложности, деревни в этом году получат 34,6 миллиарда рублей. Это, конечно, не так много, как 160 миллиардов, но все-таки больше, чем 31 миллиард рублей. Это значит, что еще больше семей смогут купить себе жилье на льготных условиях, а где-то, глядишь, и водопровод проведут. На этом наш выпуск завершен. Желаю всем хорошего кущения, благоприятных температур и мужества, конечно. До новых встреч!